Осипу Мадыштаму, как поэту, очень не повезло при жизни и очень повезло после его смерти, как и не страшно это звучит. Дело в том, что при жизни Мадыштаму изучали не очень много, хотя о нем и писали совершенно выдающиеся филологи, такие как Виктор Максимович Жермунский или Юрий Николаевич Тынянов или Борис Бухштаб, но все-таки он не был поставлен, как кажется, на то место, которого он заслуживал. Он находился в тени других поэтов середного века, прежде всего Александра Блока, а если говорить о его самых близких коллегах, то я бы назвал имя Анны Ахматовой, потому что, скажем, статья Жермунского, замечательно преодолевшаяся символизм, где впервые всерьез говорится о Мадыштаме и разбирается его поэзия. Если просто посмотреть объем этой статьи, то Мадыштаму там уделено гораздо меньше места, чем Ахматовой, не говоря о том, что дальше Жермунский много писал об Ахматовой, уже как ученый, а Мадыштаме писал гораздо меньше. После смерти на некоторое время казалось, что Мадыштам абсолютно забыт, и в его биографии имеется довольно большая лакуна. Ни в России, ни на Западе ничего совершенно о Мадыштаме не писали, или писали очень-очень мало. В течение нескольких лет о Мадыштаме почти ничего не писали ни в России, ни на Западе, и казалось, что этот поэт совершенно забыт. И современник, младший Мадыштам, Георгий Адамович, в одной из своих статьй даже сетовал, что вот замечательный, прекрасный Мадыштам, поэт, и он забыт, его никто не знает. И его судьбу сопоставлялась с судьбой другого поэта, который тоже оказался в результате слабого не забыт, Анинский. Вот два забытых поэта, Мадыштам и Анинский. Огромную роль в том, что Мадыштам стал популярен и стал одним из самых, а может быть и самым изучаемым, во всяком случае, на Западе автором, сыграла сначала публикация в журнале «Мосты» стихотворения «Мы живем под собой, не чуя страны, а Сталине», который отважный литературовед Юлий Оксман этот текст, этого стихотворения передал на Запад. И как только это стихотворение было напечатано, вставки Мадыштаму сразу очень сильно поднялись. Это было стихотворение, это первое, собственно говоря, стихотворение, написанное против Сталина, при жизни Сталина. И понятно, что интерес к Мадыштаму сразу очень сильно возрос. И дальше, как это не парадоксально, а может быть и закономерно, интерес к Мадыштаму был подогрет двумя книгами воспоминаний о нем, которые написала его вдова. Надежда Яковлевна Мадыштам, ее первая книга «Воспоминания» вышла в 70-м году. Вторая книга, которая так и называлась, вторая книга, вышла позже. И это сразу вызвало тоже огромный интерес к Мадыштаму. Достаточно сказать, что на Западе на том же тиражей книг Надежды Яковлевны гораздо больше, чем тиражей стихотворений самого Мадыштаму. И понятно, почему. Это публицистическая прекрасная литература, такие бесы XX века, я бы сказал, очень резкие, очень прямые. А поэзия Мадыштаму сложная, и она требует, во-первых, перевода адекватного, во-вторых, понимания более углубленного, чем даже и прекрасные книжки Надежды Яковлевны. Мы должны сказать огромное спасибо Глебу Петровичу Струве, который решил вместе с Борисом Филипповым издать собрание сочинения Мадыштамы в Америке. И когда оно вышло, то многие филологи на Западе принялись изучать Мадыштама. И здесь нужно назвать еще одно имя. Это имя Кирилла Федоровича Тарановского, филолога русского происхождения, жившего сначала в Югославии, потом переехавшего в Америку, изучавшего русский стих, он был стиховедом, и увлекшегося Мадыштамом, который сформулировал применительно к Мадыштаму и Кахматовой, прежде всего, термин «подтекст». Здесь нужно различать этот термин от термина Станиславского, который до этого его ввел, но у Станиславского это значило совершенно другого. Что это значило у Тарановского? У Тарановского это значило, что ключ к темным местам в стихах Мадыштама и Ахматова находится в тексте других поэтов. И обращаясь к этим текстам, к Пушкину, например, как у Мадыштама, «Да будет в старости печаль моя светла, я в Риме родился, и он ко мне вернулся. Печаль моя светла – это кусочек из Пушкина». Подставляя Пушкина сюда, мы приобретаем новые оттенки смысла, мы по-другому читаем стихотворения Мадыштама. Так вот, Тарановский написал книгу, сначала статью, а потом книгу, в которой творчество Мадыштама рассматривалось через тексты других авторов. Это оказалось чрезвычайно благотворно. Тарановский, кроме того, был профессором Гарвардского университета, и он воспитал целое поколение западных прекрасных Мадыштамоведов, таких как Омри Ранен, прежде всего, Стивен Бройд – это два автора, которые написали, в свою очередь, прекрасные книги о Мадыштаме. В Советском Союзе ситуация была довольно сложной, но просто потому, что главные стихотворения Мадыштама очень долго не выходили. И только в 1973 году вышел том «Библиотеки поэта», хорошо подготовленный Николаем Ивановичем Харчевым, другом, приятелем Мадыштама, и Надеждой Яковлевой Мадыштам. И в этом томе замечательная статья Лидии Яковлевой Гинсбург, в которой давался такой цельный портрет, цельный очерк творчества Мадыштама, была заменена печально известной статьей Александра Дымшица, в которой, скажем, состояла на 80% из вранья просто сплошного. Например, там говорилось, что Мадыштам поехал в Воронеж в поздние годы. Зачем-то он поехал в Воронеж, совершенно непонятно почему. И совершенно был затуманен. Ничего, естественно, не говорится ни о Лагерине, ни о стихотворении против Сталина и так далее. Она вызвала подпольное, но общее возмущение интеллигенции эта статья. И только в 1991 году, пожалуй, в год столетия Мадыштама, когда вышел двухтомник, черный двухтомник, подготовленный Павлом Нерлером, с предисловием Сергея Аверенцева, которое было совершенно выдающимся, потому что там был цельный очерк по этике Мадыштама. И дальше эту инициативу подхватил Михаил Леонидович Гаспаров, который написал свою статью, во многом продолжающую то, что делал Аверенцев, а во многом ее преодолевающую, не испорящую. Если Аверенцев во многом следовал своей концепции за наездьякона Мадыштама, и поэт у него был героизирован, и поэт у него был таким христианским мучеником, во многом, я не скажу преувеличиваю, сгущаю, но, пожалуй, в целом это было так. То Гаспаров вписал творчество Мадыштама в контекст эпохи, гораздо большей степени, чем Аверенцев, и показал сложность, необычность, неоднозначность Мадыштамовского творчества в большей степени, как кажется, чем кто-нибудь другой, и сделал это очень целостно. Хотя в Советском Союзе в 70-е годы следы о Мадыштаме почти не печаталось, на Западе многие замечательные русские филологи, прежде всего Московско-Тартунской школы, такие как Юрий Левин, Евгений Тоддес, Георгий Левинтон, печатали статьи о Мадыштаме, в которых они продолжали, прежде всего, ту линию, которая была начата в книжке Тарановского. Несмотря на то, что сегодня Мадыштам кажется одним из самых изученных поэтов, тем не менее существуют очень серьезные лакуны и в его изучении тоже. Самое очевидное из них – это отсутствие академического собрания сочинений. Есть несколько очень хороших изданий – Александра Георгиевича Меца, Михаила Леонидовича Гаспарова, Павла Нерлера, Юрия Фрейдина, в которых предложены чрезвычайно интересные текстологические решения, выстраивание текстов в сборнике, в томе. Но до сих пор мы не имеем академического собрания с выверенными абсолютно текстами и с академическим комментарием. Есть еще одна зияющая лакуна – до сих пор не вышел том воспоминаний о Мадыштаме, грамотные и хорошо составленные, куда бы вошли не так уж и многочисленные воспоминания, мемуары современников о поэте. Субтитры создавал DimaTorzok